SCP-1385 – глючное кольцо. Класс объекта безопасный. Особый слой содержания. В отсутствии проведения экспериментов SCP-1385 должен находиться в стандартной ячейке для хранения объектов класса безопасный. Любые эксперименты должны быть одобрены как минимум одним старшим научным сотрудником, имеющим уровень допускания ниже третьего. Также рекомендуется проверка всех подопытных, используемых в экспериментах с SCP-1385, на отсутствие аллергической реакции на морепродукты, с исключением случаев исследования воздействия объекта на лица, страдающих данным видом аллергии. Описание SCP-1385 представляет собой кольцо, изготовленное из бетона диаметром 19 мм и массой около 1,4 г. Объект имеет большое количество структурных дефектов, таких как трещины и воздушные пузыри, и покрыт полиуретановой смолой, придающей его поверхности глянцевую текстуру. На фотографии SCP-1385 Аномальные свойства SCP-1385 проявляются, когда объект надет на любую часть тела живого человека. Наиболее заметный эффект представляет собой мгновенное, спонтанное появление взрослых растений вида. Раз, то Порше пятнистые на любой поверхности, которые касаются ноги субъекта, включая подошвы, любой надетой на него обуви. Ввиду наличия у представителей данного вида шипов, это приводит к легким травмам ног объекта и существенному дискомфорту при ходьбе. Вторичные эффекты SCP-1385 не столь заметны, так как требуют большего времени и специфических условий для проявления. Первый из этих эффектов проявляется в существенно ускоренного роста волос субъекта. Уже через три дня контакта с SCP-1385 волосы субъекта могут удлиниться на один метр. Волосы самопроизвольно сплетаются в сетевидную структуру, после чего субъект приобретает способность к сознательному управлению своими волосами. К примеру, получившаяся сеть может быть использована для подбирания предметов, которые субъект в обычном состоянии взял бы руками. Силы удерживающей волосы в сплетенном состоянии в настоящее время остаются неизвестными, так же как и механизм сознательного управления волосами. Наконец, субъекты, находящиеся под воздействием SCP-1385, оказывают нам объясненные в настоящее время эффекты на ракообразных семейства Непфо-Ром-Пи-Дайя, а также ряда видов семейства Амары. Начало сноски. Это является более заметным, если субъект погружен в воду вместе с несколькими экземплярами указанных животных. Приложение 1385-А SCP-1385 был обнаружен 22 апреля 2000 засекречено года на заброшенном складе в Засекречено. Данный склад, по всей видимости, использовался в качестве жилья неустановленными лицами, позднее идентифицированным как Засекречено. Засекречено покинул здание за несколько дней до этого, по всей видимости, 19 апреля, оставив большую часть оборудования и личных вещей. Найденное оборудование крайне разнородно и включает в себя как научные приборы, так и предметы религиозного назначения. Среди наиболее интересных находок были 1 аргоновый ионный лазер, 1 железный амулет молот Тора, 1 брошюра, содержащая 3 экземпляра SCP-Засекречено, 34 литра напитка из чайного гриба, 3 позвонка неустановленных видов животных. ДНК-анализ ясных результатов не дал. Останки 42 сломанных бетонных колец по размеру аналогичных SCP-1385. Приложение 1385-B. На месте обнаружения SCP-1385 был также найден дневник Засекречено, состоящий из 300 страниц. 249 из них были заполнены записями и рисунками, остальные пусты. Далее приведены наиболее интересные выдержки из-за дневника. Страница 1. День 1. Сегодня я начинаю работу над вещью, какой я раньше не делал. Уверен, что сумею с этим справиться, но на всякий случай запасся материалами, если вдруг что-то испорчу и придется начинать заново. Скоро у меня будет настоящее волшебное кольцо. Хочу увидеть, какие у них будут физиономии, когда я им это покажу. Страница 134. День 24. Кажется, уже близко. Последнее кольцо не получилось, как и все предыдущие, но уже хотя бы не превращает мою ушную серу в червей. Может, дело в расположении базальтовых сфер? Сноска. Нельзя ли посоветоваться с Фенем Лала Нином? Страница 222. День 47. Это уже начинает надоедать. Ничего похожего на нужный эффект. Не понимаю, в чем дело. Это должно работать. Все расставлено так, как мне говорили. Лазер, череп, гелий 3. Все как надо. Ладно, утро вечером мудренее. Завтра еще раз проверю записи. Начало сноски. По ссылке, попытки скопировать SCP-1385, используя записи засекреченно, не привели к возникновению каких-либо аномальных эффектов. Конец сноски. Страница 249. Да черт побери. Комментарии. Эта запись написана большими буквами поперек страницы. Продолжение следует.